Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос касается чувства ненависти и отвращения к себе. Автор говорит, что это мешает, скажем так, это мешает ей, ну, общаться с людьми. Вот это мешает ей получать, например, удовольствия. Это мешает ей чувствовать наслаждение от своих, условно говоря, успехов. Вот. И вот филоматор в данном случае спрашивает, как с этим чувством справ. Вот. Потому что это не помогает, а только наоборот мешает. Ну что-то. Чувство ненависти к себе и отвращения связано со злостью и стыдом. То есть злость, тема злости и тема стыда здесь является центральной. Если злость для вас, вероятно, является такой больше историей про подавленность, то есть в данном случае злость вы в себе подавили, вот, и она, эта злость начала направляться на вас. Ну, а как по-другому, если ей не даете вы выхода? Вот. Безусловно, тут история про самооценку. Ну, понятное дело, да, про отношение к себе. Вот. То есть все эти вещи, конечно, играют роль, вот, и достаточно большую. Ну, а на мой взгляд, вот, ключевым фактором, ключевым фактором является именно вот подавленный злость. Я, конечно, в данном случае не буду претендовать на истину, потому что, ну, понятно, что могу ошибаться. Но, как правило, это работает именно так. Это означает, ну, в свою очередь, что кого-то из людей, близких вам людей, вы очень сильно к себе подпустили. В случае таких людей, вероятно, во всем. Вот. И, конечно же, вот, ну вот, благодаря этому и за этого, грубо говоря, я сейчас страдаю. Вот. И, конечно, вас никто не обвиняет в том, что вам произошло. Я не думаю, что тут можно обвинять. Ну, вот. На мой взгляд, с этим нужно работать, а не обвинять вас. По поводу успехов ваших, ну, вот, я бы, наверное, сказал бы, что вы, в этих успехах, в успехах, вы пытаетесь. На мой взгляд, на мой взгляд, сравнивать себя, значит, с другими людьми. Вот. То есть, вы пытаетесь, ну, вы пытаетесь. Есть, значит, есть мои успехи, да, есть успехи там, соответственно, ну, других. И вот, значит, мои успехи, да, они имеют значение или не имеют значение только в рамках, только в контексте успехов других людей. То есть, иными словами, вы, вероятно, практически ничего не делаете для себя. Вот. Все, что вы делаете, ну, то, вы делаете для других людей. Да. Я бы сказал, довольно, ну, я бы сказал, что довольно тяжело так жить. Вот. Я бы сказал, что довольно трудно и сложно так жить. Вот. В смысле того, что вы, ну, вот, чувствуете себя, получается, как бы, обделенно постоянно и недостойно. Вот. И нарушение причинно-следственной связи здесь связано именно с тем, как я могу этого добиться. То есть, в вашем случае вы можете этого добиться, только став идеально. Ну, а идеально стать, идеально стать, понятное дело, не получается. Конечно, ну, невозможно быть идеально, соответственно, вы не идеально и, соответственно, значит, вы не идеально и постоянно себя получается за это корить. Вот. Вот. Вот, пожалуй, как-то, как-то так в данном случае. Мне вот очень интересно в этом контексте было бы узнать, вот, что для вас означает диплом. Да. То есть, ну, вот, вы получили диплом, да, вы можете теперь, получается, работать. По своей специальности вы переживаете об оценках. Вот. А что касается, ну, вот, грубо говоря, самой работы, да? То есть, вот, ну, как вы видите, вот, свою работу, то есть, вы хотите этим заниматься, да? Хотите ли вы заниматься, вот, ну, тем, что, тем, на кого вы учились или нет? Если, если да, то как вы хотите этим заниматься? Ну, то есть, вот, как вы видите себя на этом поприще? И какое значение для вас это имеет? Вот. Почему я это все спрашиваю? Потому что это очень важно в данном случае. Потому что это, это определяющая история. И, самое главное, да, поможет вам увидеть, значит, ну, вот, в какой-то степени, да, вам это поможет увидеть то, в каком, вот, направлении вы сейчас двигаетесь. Что это позволит вам увидеть, ну, вот, то, к чему, к чему вы стремитесь. Вот, 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 получается, ну, вот, такая достаточно важная история, вот, в которой нужно, ну, вот, конечно, работать. И признать себе, признаться себе в первую очередь в том, что вы можете на кого-то ополкнуть это. Совершенно нормально. Ну, то есть, вот, сейчас вы этого не признаете, да? Сейчас вы отказываете себе в этом, обвиняя себя во всём. Ну, правда заключается в том, что в реальности на кого-то злиться это нормально. И вот через злость человек может почувствовать себя в некоторой степени самостоятельной единицей, да? Вот, в общем, самостоятельной фигуры. А вы, в силу того, что не разрешаете себе чувствовать, значит, ну, отвращение, да? Ту же самую злость. Вы, в силу этого, конечно, оказываетесь вот в такую... очень, ну, неприятной лавушке, получается. И самостоятельно вам, ну, выбраться из этого, вот, в целом, в целом. Сложно. Я бы сказал, что практически невозможно, да? Ну, то есть, вот, если бы для вас это было возможно, то я думаю, вы бы уже смогли бы с этим самостоятельно справиться. Вот. А у вас, у вас не получается, и, соответственно, ну, я думаю, что, как минимум, у этого есть основа. Вот. Хотя вы, ну, вы можете сами считать и наш. Ну, то есть, вы можете сами предполагать, вот, немного другого. А здесь же лежит вопрос. Личный границ. То есть, вот, где я, где другой человек. Вот. Где моя ответственность, где ответственность другого человека. Вот. Чего я хочу, как, как я с этим обращаюсь. А, и, значит, ну, чего хочет другой человек, и как он этот, вот, самый другой человек. А, что же, с этим обращаюсь. То есть, вот, ну, буквально, опыт. Какой буквально опыт, вот, а, проживали, вот, Apple, у вас. Вот. То есть, понимаете, да? Какая история. Ну, вот, ну, вот, ну, вот, ну, в данном случае. То есть, вот, таким образом, вот это, вот это всё нуждается в исследовании и нуждается в коррекции. То есть, в идеале вам нужна психотерапия, конечно. Вот. Значит, первым делом, я думаю, что вам нужно дойти до определённой такой критической точки. Вот, в общем-то. То есть, что, ну, что самое не так? Вот. То есть, что самое, что самое такого? Ну, вот, странного, да? То есть, что со мной не так? Что я, чем я отличаюсь, там, грубо говоря, от, ну, других людей? Вот. Вот. То есть, вот, на этом надо обратиться, ну, на этом надо обратить внимание, значит, ну, в первую очередь. Вот. И дальше уже, вот, когда и если вы дадёте, вот, до этого, вот, ну, вот, дадёте вам в своих переживаниях, до этой точки. Я думаю, что вы увидите, откуда это происходят. И почему вы когда-то решили, ну, данную позицию в связь на вооружение, опять же, я думаю, что, ну, что вряд ли это было случайно. Вот. Я думаю, что это было ваше решение. И, соответственно, вы это решение приняли. Да, ну, вот, ну, когда-то. И сейчас вы уже, естественно, не помните, когда вы его приняли. Вот. Но оно, в смысле, это решение, оно, тем не менее, до сих пор вами руководит. Вот. Поскольку из этого состояния выходить довольно нелегко, в смысле того, что включаются механизмы защиты, включаются рационализации, попытка, ну, объяснить, как тот говорит, вот, что, ну, что вы плохая, что что-то там не так, вот. Вот. Что здесь, на мой взгляд, желательно подумать о следующем. Что я от этого получаю. Ну, вот, буквально. В буквальном смысле. Вот. Что я от этого получаю. Получаю. Вот. Что мне дает этот вот. А, ну, вот, такая моя позиция. Какие вторичные выгоды? Это не просто. Так, потому что человек, как правило, отрицает факт, ну, факт наличия вторичных выгод. И говорит о том, что я ничего не получаю. Говорит о том, что я только страдаю, ну, от этого. И, ну, и так далее. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, выгоды вторичные, ну, вторичные выгоды есть всё-таки. А вопрос только в том, заключается, что это за вторичные выгоды. Что она из себя представляет, да? Что она из себя представляет, да? Вот. Это вот вам нужно для себя прояснить. И я думаю, что ситуация будет постепенно. Ну, постепенно она будет, конечно, улучшаться. Я думаю, что постепенно вам будет становиться легче. И я думаю, что вы будете, ну, как-то отходиться от этого. Вот. Хотя, там, ну, безусловно, безусловно, это будет, вот, ну, происходить не сразу. Вот. И я бы сказал, что это, ну, сопротивление. Совершенно очевидно. Совершенно очевидно, что, ну, будет, вот, у вас сопротивление, которое будет блокировать. Именно поэтому вам нужна поддержка в этом. Вот. Чтобы, ну, не потеряться, да? И чтобы, вот, как-то, значит, ну, на превысную дорожку. На превысную дорожку. На превысную дорожку, кстати. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответов. Позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Спасибо.